Приветствую вас! Вы знаете, исходя из того, что вы написали, крайне неоднозначные такие выводы получаются, по крайней мере, у меня. Во-первых, перекладывать ответственность на, допустим, нас за то, что вам делать, к примеру, это является на самом деле не совсем верным, потому что мы давать решение принять не можем. Это первое. То, что у вас есть какие-то проблемы в отношениях, да, ну это очевидно, конечно же. Вот. Но, на мой взгляд, здесь надо бы рассмотреть в первую очередь, почему у вас возникли эти проблемы, в принципе. То есть, получается, что ваша жена, ваша жена, она выгнала вас сразу после того, как вы перестали работать, да, то есть вы перестали работать, она вас выгнала. Что это? Прикантильный интерес, потеря веры в вас, может быть, может быть, что-то еще. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы серьезно не знаем. Но, на мой взгляд, это то, что нужно исследовать, на мой взгляд, это то, что нужно изучить, на мой взгляд, это то, что нужно рассмотреть и для себя хотя бы понять, чтобы не было вот у вас такого, что вы себя изводите и думаете, что делать и так далее. То есть, почему, как вообще так вышло, что вот она вас выгнула и почему вы ушли? Как бы не происходит таких вещей ни с того, ни с сего вдруг. Не происходит таких вещей ни с того, ни с сего вдруг, понимаете? Если такие вещи произошли, значит, скорее всего, какие-то препятствий к этому уже были. Другое дело, что вам, условно говоря, эти препятствий ни о чем не говорят. Другое дело, что вы, может быть, сами не в курсе были того, что происходит. Вот. Я это допускаю. Я допускаю, что это действительно было так. Вот. Но момент здесь, он вот все-таки, наверное, такой. Момент все-таки, наверное, такой. То есть, необходимо все-таки исследовать это, необходимо все-таки разобраться с этим, да, и так далее. Потому что, ну, просто так ничего не происходит. Вот. То есть, первое, необходимо изучить ваши отношения, провести анализ ваших отношений, определить, какой вы человек, психологический портрет ваш, ваш, ее психологический, психологический портрет. Вот. И уже потом, уже потом, после этого, да, можно будет уже после этого что-то говорить. То есть, можно уже после этого, значит, ну, что-то исследовать, да, можно после этого уже давать, давать вам какие-то рекомендации. Вот. Вот только так. Не по-другому. По-другому, к сожалению, это не работает. По-другому, к сожалению, не получится. Вот. Значит, вопрос вызывает, допустим, почему, почему вы, по какой причине вы, скажем так, долго не создавали, не создавали семью. То есть, вот, ну, почему так много времени прошло, прежде чем вы создали семью практически десять лет, девять лет, если бы до конца, точно. Вот. Вот. То есть, это важно. Это важно, это то, что необходимо определить, это то, с чем необходимо поработать, почему так вот, ну, так много времени прошло. Вот. Понятно, да? Второй момент, это то, какого рода у вас были отношения в целом. То есть, вы говорите, что вы их кляли всей ей в любви на иконе, я как бы думаю, что это явно такой, ну, перебор, на мой, на мой взгляд, это явно перебор. Потому что, потому что, связься в иконе на любви, и это значит о немидовыми, мы с вами, медовыми. Возможно, была страсть вот. Ну, достаточно такая, такая, сильная страсть. Но за страстью вкроется, в общем, проблема в отношениях, как правило, и непринятие партнёрам. Вот. Таким, как он есть. Так что, здесь, опять же, я не хочу на вас давить, не хочу как-то вас в чём-то обвинять. Я просто пытаюсь донести до вас эту достаточно простую, как мне кажется, идею о том, что ничего не происходит просто так. Вот. Дальше, значит, всё было идеально, хотели квартиру взять, вот он зарубал, формал рук, плечо, от работы уволили, искал каждый день, а потом мне говорят, собирай вещи и говори. Вот понимаете, да, то есть, вот так это вот быстро не происходит. То есть, это всегда есть какая-то подоплёка, это всегда есть какой-то конвекс, это всегда есть какие-то причины. Вот. Как бы вам, может быть, это было, не знаю, неприятно, да, как бы вам, может быть, это было неприятно осознавать, но... Всегда. Всегда есть причина, причина того, что происходит. Вот. Понимаете? И вы, получается, этих причин, ну, не видите по факту. Получается, что нет для нас этих причин. Получается, что, как бы, мимо вас они эти причины спросили. Вот. К сожалению. Так вот и хочется спросить вас, почему так произошло. Почему случилось так, что, как бы, эти причины, причины прошли мимо вас. Вот. Вы говорите, что вам кажется, что всё было хорошо, всё было идеально. Идеально не бывает никогда. Возможно, это вас подвело. Вам казалось, что всё идеально, а на самом деле идеально не бывает никогда. Всегда есть какие-то проблемы, всегда есть какие-то моменты. Ну, просто такова жизнь. А вы её, возможно, через чур идеализировали. Ну, возможно. Вот. Возможно. Возможно. Возможно, вы через чур идеализировали свою жизнь с... своей женой. Вот. И опять же, мне нет цели вас как-то... там... задеть или что-то ещё. Не подумайте, пожалуйста. Нет такой цели. Но я хочу, чтобы вы вот этот момент для себя уяснили. Чтобы вы... Чтобы вы его... ну, чтобы вы его... определили для себя всё-таки. Потому что это важный момент. Дальше. Так. Эм... Как быть? Как быть, чтобы что? Каждый день вижу её статус и песенки. Кто-то грустит. Половина моя вернется туда и туда и туда и туда. Слышите. Ну, опять же. Эм... Грустить она может по совершенно разным причинам. Ну, вот. Объективно. Эм... Грустить она может абсолютно по... самым разным причинам. Эм... Я бы не сказал, что это... прям... знаете, вот. Эм... ну, показатель, да. Я бы не сказал, что это прямо... показатель того, что... вы ей нужны. Так. Я понимаю, что вам... может быть... эм... так... хотелось бы. Вот. Я понимаю, что вам может быть... так... хотелось бы. Но... всё-таки... это... ну, совершенно разные вещи. Совершенно. Вот. Поэтому... вот... так... я думаю, вам... можно ответить... на ваш... вопрос... который... который вы... задаёте. Дальше... значит, недавно встрет... так... эм... у меня столько недосказанного. А... почему? Кто вам... ну и кто вам мешал? Кто мешал вам? Эм... эм... даже сказать это... сразу. Почему? Почему вы этого не сделали? Когда она вас, к примеру, выгоняла? Да? Вот. Когда она вас выгоняла? Почему вы не поделились... эм... с ней... эм... ну, своими какими-то мыслями, там, и так далее, и так далее? Почему? 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 Вы хотите это сделать... вы хотите это сделать сейчас? Но нужно ли... нужно ли это сейчас это делать? Вот нужно ли сейчас объективно это делать? Как... как... как вот вы... сами считаете... считаете? А если ей уже... эм... там... к примеру, это не нужно? Если вы ей уже не нужны? Эм... вы готовы вот к тому, что вы, к примеру, ну, что вы ей уже не нужны? Эм... больше... больше... Такое впечатление, да, что... вот так... эм... ну, так... кажется... так кажется... что... эм... как... как бы сказать... что... что слишком вы от нее зависит... вот... что слишком сильно она вам нужна... что... слишком... слишком сильно вы в ней нуждает... вот... что... без... эм... без нее... без нее... ваша жизнь, ну... на... ну, она мало что значит... без нее... вот... а это очень... такое... тревожный знак... это очень тревожный знак... потому-что... всегда... помимо... вас... всегда... помимо вас... есть ещё и вы... сами... если ещё и вы сами. И о себе, о себе забывают. Нельзя никогда. А он никогда о себе забывают, с крафтиком. Так, недавно встретились, погуляли в СМИ, провода удалиться, потом хотел вас щеку обнять по голову, откинулся за просто обидностью. Почему вам обидно? Ведь вы же место называется Константин. В чём обидно лично для вас? Опять же, не очень понятно, что именно было. То есть, ну, вы погуляли, и что? То есть, вы как-то попробовали с ней поговорить или что? Просто вот, не совсем это понятно, не совсем понятно, понимаете? Как бы. Вот. Вот. То есть, если вы с ней поговорили, например, если вы с ней поговорили, что она откинула голову, ну, потому это, видимо, её не устроило, то, что, ну, то, что вы ей донесли. Вот. Если вы не разговаривали, то на что вы ожидали, то, чего вы ожидали, да? То есть, просто без разговоров, как бы, вы думали, что она, что просто вернёт вас, и всё вернётся, всё как было. Ну, ну, это было бы странно, на самом деле. Это было бы очень странно. Да вы так, вы так не считаете? Вот. Так вы не считаете, что это было бы странно? Если бы она вас, ну, не хотела бы вас вернуть, условно говоря. Вот. Эээ, дальше. Дальше. Так. Эээ, что делать, чё-то после заботы, хотя у меня такое состояние, хотя у меня такое состояние, что как-то не почти в гайдинге, чтобы не сорваться. Сорваться на что? Если она этим сильно смотрит меня. Может быть, действительно, она от вас чего-то ждёт, в принципе, но, опять же, нужны анализы. Нужны анализы ваших отношений, в принципе. Вот. Понимаете? Нужны анализы. Без анализа этого всё, ну, просто не серьёзно. То есть, ну, совершенно очевидно, что у вас есть ряд проблем, но с этим нужно что-то делать. Вот. Совершенно очевидно, что с этим нужно что-то делать. Так вот, просто, да. Мы ничего не решим и ничего не добьёмся. Так просто. Решение вам нужно предпринимать сами, что-то самому, в том числе и о том, какие у вас отношения, ну, вот, были с ней. Вот. Это важно. Объективно. Объективно. Объективно – это очень важно. Это очень важный момент. Объективно. Вот. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам, если вас отдали дополнительные вопросы. Нет, я, конечно, понимаю, что вам это, скорее всего, много. Вот. Но без детального анализа ваших отношений мы ничего не решим. Вот. Я понимаю ваше состояние. Вот. Понимаю. Ну, вам тяжело, но, как бы, всё делать. Если возвращать – это одно, если забывать – это другое. Так иначе вам нужно с ней поговорить. Это просто вывести её на диалог. Любой ценой вывести её на диалог. Любой ценой, ну, постараемся сделать так, чтобы она, с вами поговорила. И, ну, выяснить, что её сподвигло на такое поведение. Но, если вы этого не скажете раньше, опять же, непонятно, почему вы должны делать это сейчас. Объективно. Объективно. Вот. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи.